Многолетняя интрига внезапного исчезновения Сергея Лученкова перед судебным заседанием прояснилась в феврале 2017-го. Власти США, где все это время скрывался от Роско вице-мэр, экстрадировали его в Россию. Три года назад он дал признательные показания против Романа Зеничева, подписал с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве, а затем должен был изобличить бывшего начальника в суде. И хотя он не стал главным свидетелем обвинения, это не помешало доказать вину коррупционного мэра. Понятно, что не выполнив взятых на себя обязательств, Лученков лишился положенной ему 50-процентной скидки по наказанию. Отговорки, что он бежал из страны из-за угрозы жизни, ситуацию не исправили. В настоящее время имеются угрозы личной безопасности Лученкова, также его близких родственников в связи с имевшим место сотрудничеством со стороной обвинения. У вас есть доказательства, подтверждающие, что оказывалась угроза от Лученкова, так и на его семье? Прочтите, каких-то доказательств у нас прямых не имеется, лишь только показания самого Лученкова, который в связи с чем и нарушился в суде первых исчезнов. По соображениям безопасности процесс был закрыт для СМИ. Журналистов пустили только на финальную стадию разбирательств. Оказалось, предъявленное обвинение в пособничестве в получении взятки Лученков признал частично. Подтвердил свою посредническую роль в общении Романа Зенищева и директора тепловой компании Игоря Осадчева о строительстве модульной котельной в местечке Нижничев. Но утверждал, что об их сговоре по взятке ничего не знал и ни на чьи решения повлиять не мог. А когда передавал пакет с деньгами, дескать, наивно думал, что это партийный износ. По версии следствия, Лученков, курирующий работу отдела муниципального заказа, непосредственно обеспечил победу тепловой компании на конкурсе и прекрасно понимал, что это коррупционный откат, а не пожертвование партии. После заключения с указанным у муниципального контракта настойчиво требовал от директора ООО Осадчева передачи Зенищевой взятки в размере 10 миллионов рублей. После этого, когда деньги были обналичены и переданы Осадчевым лицу, которое не было осведомлено о преступном характере действий, оказалось содействие в том числе и в том, что передал пакет с деньгами непосредственно Зенищеву. Стоимость муниципального контракта в 45 миллионов рублей увеличили почти до 50, при том, что мощность котельной, первоначально рассчитанной на 20 мегаватт, снизили до 12. Этого жителям Нижнего Чева пока хватает, но подключение новых домов, а это и предполагал первоначальный проект, теперь невозможно. 10 миллионов рублей, переданных в качестве отката мэру, по признанию Игоря Осадчева, свели рентабельность стройки практически к нулю. Сыктывкарский суд признал вину Сергея Лученкова в полном объеме, правда, немного изменив квалификацию преступления. Вместо пособничества посчитал, что было посредничество в получении взятки. Приговор 5 лет колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей еще не вступил в законную силу. Сергей Петрович, будете приговор обжаловать? Да. Скорее всего, сейчас пока не могу сказать. В части наказания или вообще в целом? Мне надо получить приговор, надо его почитать подробно, не спеша, потом принимать решение.